Ни один человек в пургу находил в его юрте приют, тепло, чай. Медведя много было. Они медведя сдавали в комбинат Микояна. Сейчас он Октябрьский, а сейчас тогда был Микояна. Возили туда на ботах мясо. Возили туда на ботах мясо. Камчатка в годы войны. Как она жила? Чем она жила? Что здесь происходило? Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И сегодня я приглашаю вас на представление вот этой книги. «Камчатка. 1941-1945 год. Военные годы в газетной строке». Эту книгу мы с женою составляли больше двух лет. И в мае, к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, она вышла в свет. Но ввиду всяких медицинских концлагерей, которые имели место не только на Камчатке, но и по всей России, представление книги состоится только в эти дни. Итак, 19 ноября в 6 часов вечера в Камчатской краевой научной библиотеке имени Степана Крашенинникова состоится представление вот этой самой книги. Наверное, надо что-нибудь из нее прочесть. 1942 год века минувшего. Газета «Камчатская правда» 18 октября печатает заметку «Убито 42 медведя». Прочитаю эту заметку. Колхозники-охотники села Кавалерское Большеретского района товарищи Коллегов, Антонов, Селиванов каждый год снабжают рабочих рыбокомбинатов свежим медвежьим мясом. В этом году, как только открылся охотничий сезон, охотники ушли в тайгу. За короткий срок товарищи Коллегов, Антонов и Селиванов убили 42 медведя. Все мясо сдано в рыбкопы для реализации среди рабочих комбинатов. Так получилось, что сейчас на Камчатке живет сын одного из охотников, упомянутых в этой заметке. Итак, Вадим Георгиевич Коллегов. Сейчас на Камчатке живет сын одного из охотников, упомянутых в этой заметке. Итак, Вадим Георгиевич Коллегов. А впрочем, давайте послушаем его самого. Слово старому Камчаталу. Слушайте. Я знал этих людей, потому что среди них был и мой отец. Это были знаменитые охотники. Жили мы в Кавалерске, было такое село. Село Кавалерское. Там был колхоз вигнил 1 мая. А вот они охотились. Их на войну не брали, в армию не брали, потому что они зарабатывали золото, пушнины, которых ценилось во всем мире. И поэтому у них брони были. Я знал Исаида Медоныча Антонова. Жил он в селе Кавалерское. Знал мою дядьку, конечно, Николая Ивановича. Ивана Николаевича. Ну, естественно, отец мой. Охотник, конечно, хорошо. Медведей много было. Зверей много было. Но нас спасало, помимо того, что зверей, было очень много рыбы. Когда начался ход горбуши, все старики говорили, пошла наша матушка-кормилица. И действительно так было. Потому что это рыбы кормило и зверей, и птиц, и людей. Я хорошо помню, во время войны у нас семья большая, большая была. Но так как многие колхозники, мужья были на фронте, сыновья были, многие сыновья были на фронте, жили бедно. И для того, чтобы как-то их помочь, они после отца приезжали, отец приезжал с охоты, и они приходили к нам. И просили, Михалыч, ну что, выручай. Все понимают, что надо выручать. Вот по кусочку рыбы вызывали, или кусочек мяса, все это делилось. Вот так было заведено. Ну а то, куда они мясо сдавали, медведей много было. Они медведей сдавали в комбинат Микояна тогда был, сейчас он Октябрьский, а сейчас тогда был Микояна. Вот. Возили туда на ботах мясо. Во-первых, кормили и работников комбината. Ну и на обмен привозили соль. Куски, вот такие здоровые куски, белой соли. Белая соли, это было давее золото, потому что соли было плохо, а рыбу надо было заготавливать. Вот такая вот жизнь была у нас. Ну а зимой нас, конечно, обеспечило это, хорошо помогало собачьи пряжки. Мы заготавливали большое количество рыбы, кислой рыбы и юколы для собак. Ездили на них, отец на охоту ездил, а мы за дровами ездили. Это я хорошо помню. Я хорошо помню, что колхоз 1 мая был когда. Я пацаном был, но я работал там на заготовке силоса. Мы пацанами были, что нам интересно было на лошади проехаться. И вот мы целый день там работали, силосы, аутро птолли. Интересно было. Конечно, мы там, трудодержицы, наверное, маленькие были, но нам-то интересно было, все равно пацанами были. Вот так. Мне интересно, сейчас вспоминаю, думаю, какие все же были люди раньше, какие были честные и порядочные люди. Пытались, понимали, что жизнь тяжелая, что надо всем помогать, надо дружно жить. У нас Ковалевская, 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 еще дуров 30, наверное, было всего. Но все знали друг друга, все понимали. И когда освободили, когда закончилась война, пришел к нам представитель райкома партии. И вот он объявил, что закончилась война. Все, село собралось, и все на заем подписывали заем. В том числе я подписался. Там деньги-то были ничего, но все равно подписались на заем. Вот такая была история. Интересно все было, в чем еще, что люди понимали, люди понимали, что надо так, а или иначе. Сейчас я все вспоминал, думаю, сейчас газеты, сейчас вот газеты пускают. Сейчас такая, такая, техника такая, все газеты, все гермет. А раньше как-то все было передавали по телефону, вот, или говорили, потому что, ну, не было такой техники. Но все равно как-то люди обходились. Я прочитал в этой книге, прочитал, что все, пушнина, все для фронта, все для победы. Представляете, как? Понимали, что это надо, все надо. Я сейчас с удовольствием вспоминаю, думаю, со своей бабушкой нам уже вот в феврале будет 60 лет, как мы с ней поженились. У ней отец, мать пострадала во время Танинской репрессии. Вот. Вот. Ну, она была председателем города Бакана, гордисполкома, председателем города Бакана. Вот. Ее арестовали, не за гордис. А отец работал землестроителем. Однажды поехали в командировку, идут колонны заключенных. И вдруг из этой колонны выходят женщины, кричат, Вадим, береги детей. Это была последняя встреча в ней. А после этого дочку направил в Перш, а во время войны там постала война. Во время войны оказалась оккупация. А мы-то на Камчатке, конечно, жили по-другому. Но тоже ощущали ревенков с войны. Интересно все, конечно, я сейчас с удовольствием газеты все читаю, газеты читаю. Но я все вспоминаю. Газеты раньше были Камчатская правда. Это орган Кома партии было. У меня же местные там газеты, вот у нас в Башеретском районе, газета Ударник, тоже Райком партии. То есть все местные руководства партии и все понимали, что надо газеты или газета и понимать и донести гост народу. Вот такая была Сыстреберска. Но у меня хорошо помню газета Ударник работа моя тетка наборщиком шифра. Я хорошо помню у нее всегда руки были грязные, черные. А мы все понимаем, как же так? А газонаборщика, ну, естественно, дети это надо уже кормить. Вот так вот такие вот настроения рассказать. Я еще раз напоминаю, что представление вот этой книги состоится в Краевой научной библиотеке 19 ноября в 6 часов вечера. Продолжаем наше увлекательное чтение. Газета «Знамя Сталина», первомайский номер 44-го года века минувшего. Эта газета выходила в Карагинском районе. Итак, заметка называется «Гавриил Никифоров». Хорошо известен карагинцам Никифоров Гавриил Иванович как лучший охотник-колхозоударник. Из года в год он перевыполняет план добычи пушнины. И в этом 1944 году Никифоров Гавриил с честью справился с заданием. 8 лисиц, четырех самах, одного волка, 8 горностаев, 18 зайцев упромышлил он в первом квартале. Сезонный план добычи ценной пушнины им выполнен на 106%. Многим проезжим Гавриил Иванович известен как отзывчивый гостеприимный хозяин. Ни один человек в пургу находил в его юрте приют, тепло, чай. Отзывчив Гавриил Иванович на нужды фронта. Во всех мероприятиях по оказанию помощи фронту, родине, он принимает активное участие. Только на строительство эскадрильи Камчатка фронту охотник внес тысячу рублей деньгами. Правление колхоза поставило товарища Никифорова во главе охотничьей бригады по заготовке мяса и жира морского зверя. Своим честным трудом, помощью фронту, родине, Гавриил Иванович Никифоров приближает день победы над врагом. А вы видали лицо Никифорова? Нет? А сейчас я вам это самое лицо покажу. Смотрите, вот оно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Петропавловство на Камчатке, улица Владивостокская, подпорная стенка одного из домов. И на ней рисунок. На рисунке изображен Гаврила Никифоров. Тот самый Гаврила Никифоров, о котором вы только что услышали из моего рассказа. Этот рисунок сделан по фотографии известного русского фотожурналиста Виктора Загуменного, который много раз бывал на Камчатке и снимал здесь быт коренных народов. Виктор в этом году умер, но еще при его жизни вышел в свет вот такой вот альбом «Мой север», где целый раздел специально посвящен Гавриле Никифорову. А у Никифорова в 81-м году века минувшего Виктор Загуменов провел немало времени. Вот что сам автор фотоальбома пишет о своем герое. Кстати, обратите внимание, вот именно вот эта вот фотография, вот она, вот эта вот фотография изображена на подпорной стенке. Вот что пишет Загуменов. Гаврила Иванович Никифоров живет в Карагинском районе Карягского автономного округа Камчатской области. Живет один в собственном доме на берегу реки Караги до ближайшего поселка рекой и морем примерно 20 километров пути. Сейчас перерисну страницу. Гаврила Никифоров в 1905 года рождения. Родился в селе Макарова Каюм по-старому. Считает себя Каряком, хотя наполовину русской со стороны матери. Мать была камчедалкой. Вот он Никифоров. Отец ее Каряк, отец которого тоже Каряк, а русский в роду был из Усть-Камчатска. Получает пенсию 25 рублей и живет здесь в бывшем поселке, потому что здесь много рыбы и близко подходят нерпы. Много ягод, нет проблем с дровами, а главное, что здесь имеется зимний лов. Жить в поселке не может, потому что пришлось бы много ездить на собаках, а такой теплой одежды у него нет. Альбом «Мой Север» Виктор Загуменов. Фотография из этого альбома украсила подпорную стенку одного из домов на улице Владивостокской в Петропавловске Камчатском. Ну и третья газетная заметка, с которой мы сегодня познакомимся, была опубликована в газете «За новую жизнь» 29 июня 45-го года. Да, Великая Отечественная война уже закончилась, но впереди была война с Японией, так что военные действия были еще впереди. Да и книга называется, что «Военные годы в газетной строке» это значит, что она не ограничена, только Великой Отечественной войною. Итак, 29 июня 45-го года века минувшего газета «За новую жизнь» заметка «Высаживаем табачную рассаду». Полеводческое звено колхоза имени Кирова, где Звеньевой товарищ Кованна Потаймовна второй день высаживает в открытый грунт рассаду табака. Рассада хорошая, ее выращивала сама Звеньева и колхозница, Экек Текьетовна. По заданию правления артели звено должно высадить 12 тысяч корней табачной рассады. Уже высажено около двух тысяч. Другое звено, где Звеньевой товарищ Китыта Аливна высадив в открытый грунт капусту любовно ухаживает за ней. Полеводческая бригада колхоза готовится сейчас к прополке посевов. С множеством газетных материалов, рассказывающих о Камчатке в годы Второй мировой войны вы сможете познакомиться, взяв в руки вот эту вот книгу, напомню, ее представление пройдет 19 ноября в 6 часов вечера в Камчатской Краевой научной библиотеке имени Семена Крашенинникова. Так что приходите и там вы сможете эту книгу даже купить, потому что немножко, малая часть тиража еще осталась. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам интересна история, а ежели вы о брашке родства не помнящие, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите ваши комментарии под роликом, вот там внизу. Задавайте вопросы, я на них отвечу. если вы на моем канале впервые, если вам стало интересно и вы хотите возвращаться сюда вновь, 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 вновь и вновь, отрывая время от питья водки и просмотра телевизора, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, в ней появились два волшебных слова вы подписаны, колокольчик вы тоже нажали, ай, молодцы, замечательно, приходите на представление книги, до свидания. КОНЕЦ